Как наяву. Научно-производственное предприятие «Салют» разработает тренажер виртуальной реальности для Нижегородского водоканала. Технология виртуальной и дополненной реальности позволит максимально точно смоделировать нештатные ситуации. А значит, сотрудники смогут отработать методы устранения и предупреждения производственных аварий. Встретиться разработчику с заказчиком помог научно-образовательный центр региона. Три стороны подписывают соглашение о сотрудничестве. А значит, работа начата. Бурно развиваются технологии дополненной виртуальной реальности. И в рамках дезерфикации производства, в рамках этой задачи, которая стоит перед нашим предприятием, мы для себя поняли, что эта ниша крайне интересна и перспективна. В ресурсно-снабжающей организации хотят с помощью VR-очков и джойстиков проводить обучение сотрудников. К работе на реальном оборудовании приступят уже после знакомства с техникой в виртуальной среде. Это продукт, прежде всего, для производственного персонала, для работников, которые эксплуатируют основные производственные объекты. Насосные станции и предприятия, ну и иные производственные объекты. Причем продукт, я считаю, универсальным. И мы готовы в последующем, в том числе, и делиться этими компетенциями с другими ресурсно-снабжающими организациями. Коммуникацию поможет наладить Нижегородский научно-образовательный центр. НОЦ сейчас активно координирует научно-технологическую повестку всего региона. Проработаны проекты с точки зрения предпринимательской, технологической, с точки зрения маркетинговой. То есть, понятно, какие нужны вложения для того, чтобы наладить производство. Таких проектов, я думаю, около, наверное, 30. Глава научно-образовательного центра отмечает, сейчас есть проекты с безусловным научным заделом. Задача – довести их до стадии технологии. Александра Шеломцева, Михаил Гордников. Время новостей.